Брестская область Белорусского союза архитекторов Николай Николаевич, огромное спасибо, что вот в свой напряженный будний день вы все-таки уделили нам время и смогли вырваться к нам в студию. Вот сегодня хотелось бы поговорить именно о вас как о личности, что вас двигало вперед, что, возможно, где-то затрудняло этот ход событий, но в любом случае, каким образом получилось так, что на сегодняшний день вы пришли именно к тому результату, к которому пришли. Спасибо за приглашение. Да. Спасибо. У вас день рождения 11 февраля. Всегда человек пытается себя узнать, ну, особенно, наверное, в детстве, в юности, через какие-то вещи, которые принадлежат только ему. День рождения, имя, может быть, там, знак Зодиака, кто-то еще вот какими-то другими вариантами пытается это сделать. Вот 11 февраля, это вот для вас день рождения. Что он значит? Обычные люди это? Или все-таки слегка выделяются? Ну, с одной стороны, это обычный день, обычная дата. Чем-то таким она не отличается, не выделяется. Но, с другой стороны, это люди, родившиеся в этот период. Это стихия воздух. Это стихия, которая проникает во все сферы деятельности. Это люди любопытные от природы, люди, ну, с каким-то креативным складом характера или ума. Поэтому, ну, наверное, в этой части я скажу, что, да, соответствую, наверное, вот тем, кто родился вот в этот период. Вы в детстве были обычным ребенком? Либо вот были какие-то увлечения, которые вас, опять же, выделяли как-то на общем? Да нет, в принципе, тоже с самым обычным ребенком. Встречались с друзьями, играли во дворе, были предоставлены сами себе, развивались, не было какого-то жесткого контроля. Может быть, немножко в чем отличие было? Ходил в музыкальную школу, приходилось где-то чуть больше задерживаться, а потом в старших классах ходил уже с чехлом там, значит, от музыкального инструмента. С такой тубой, да? Да, и, ну, спрашивали, что-то у тебя. Ну, вот, наверное, только вот этим. А на чем вы учились играть? Фортепиано, а позже на духовых инструментах играл. Но вы завершили процесс обучения? Или вы умирали все-таки? Я завершил, да. Девять лет музыкальной школы, музыкальной гимназии, на Речице я закончил полностью, получил аттестат. Вот, ну, а дальше появилась информация, что в Бресте возобновляется кафедра или архитектурный факультет. И, в общем-то, я переориентировался, вот, я решил пойти в художественную школу и вот 10-11 класс освоить рисунок, живопись, композицию и, в общем-то, пойти направлению, по направлению архитектуры. Ну, если бы в тот день вы не приняли бы решение уйти в художественное изобразительное искусство, то, возможно, мы бы сейчас общались с вами, как с музыкантом. Да, вполне возможно, потому что у меня знакомые друзья, которые закончили консерваторию и сейчас являются музыкантами, играют и в России, и в Белоруссии. Но, да, да, это было переломное, наверное, такое решение. И, в общем-то, оно было осознанным, и нужно было ещё и доказать, что, значит, тебя, чтобы тебя взяли в эту художественную школу. Поэтому я всё лето рисовал активно, значит, и пришёл с такой спачкой художественных работ, там, натюрмортов, для того, чтобы, ну, дали, что ли, шанс в 10-м классе догнать своих сверстников в части рисунка. А вот почему принято было именно такое решение, уйти из музыки, прямо вот изобразительное искусство? Почему туда? Знаете, наверное, может быть, из-за того, что с детства какая-то есть, может быть, семейная преемственность, отец архитектор. И я с детства наблюдал постоянно, значит, дома какие-то проекты лежали. Отец постоянно кому-то помогал, начертательную геометрию. Был кульман обязательно, значит, с линейками, с этим противовесом тяжёлым. С отцом выезжали где-то и на обмеры, на памятники архитектуры. И, конечно, отец умел ещё вдохновлять, он как рассказчик, он очень был сам воодушевлён профессией, он реставратор. Был реставратор. И, наверное, благодаря ему он как-то заразил вот этим желанием узнать архитектуру. Мы с ним гуляли по городу, он тоже рассказывал и про стили архитектурные, и про застройку города, и как она формировалась. Поэтому это вот параллельно шло какое-то такое, наверное, формирование. Вот, а что такое архитектура? Ну вот тогда, в 10 классе, когда произошёл поворотный момент от музыки к изобразительному искусству, тогда уже был прицел именно дальше продолжать дело отца и становиться архитектором? Или пока ещё был такой процесс бурления, что ли? Цель такая появилась, и когда появилась цель, появилась возможность, средства и как-то желание. И, наверное, вплоть до... Ну, я поступил, научился рисовать, и, в принципе, уже при поступлении рисовал очень достойно, потому что экзамены хорошо сдал. И, ну, проекты всегда шли достаточно хорошо. Была заинтересованность. И участвовал и в конкурсах, ещё будучи студентом. Вот, и, ну, наверное, и в продолжение дипломный проект тоже. Он был посвящён реновации или восстановлению Дворцово-паркового ансамбля в Косово, Косовский Дворцово-парковый ансамбль. И много, много, почти полтора года вот работал над дипломным проектом. На международном конкурсе он получил там первое место. И, в общем-то, это сыграло в итоге потом ещё раз на то, чтобы дальше меня приняли в аспирантуру. Потому что, когда я приехал в Минск, в БНТУ на кафедру градостроительства к такому профессору Паттаеву, доктор архитектуры, я говорю, вот, с Бреста приехал, хотел бы дальше обучаться. Он говорит, ну, это хорошо, что приехал, значит, там, из Бреста или с провинции. Мы не знаем вас, значит, кто ты, что из себя представляешь. И вот как раз на следующий день идёт вручение, подведение итогов конкурса, значит, и вручают этот диплом. Там им даже какую-то стажировку, значит, дали. И после этого научный руководитель дал согласие, говорит, ну, да, теперь я вижу, действительно, давай идём. Ну, вот, а если с точки зрения выбора профессии и его дальнейшего пути, понятное дело, что вы подготавливали себя к этому делу. Но что говорил на это ваш отец? Он как-то вас мотивировал и, может быть, давал советы? Или со стороны просто наблюдал за процессом, который идёт сам? Он давал советы, наблюдал со стороны. Но для меня отец всегда был каким-то камертоном честности и порядочности в отношении к профессии. Вот, скорее, зная, что отец архитектор, реставратор, значит, это, ну, создавало, что ли, дополнительную необходимость ещё раз перепроверять свои решения. Чтобы соответствовать. Чтобы соответствовать. Наверное, скорее вот в этом отношении отец, он как какой-то вот учитель. Вы поступили в высшее учебное заведение, приехали, начали учиться. Возможно, ну, обычно первые полгода, наверное, у студентов, это именно тот период, когда ты ещё думаешь, раздумываешь, правильно ли ты сделал выбор. Может быть, тебе слишком сложно становится. А туда ли я иду? Вот такой вот момент, когда некоторые разворачиваются и идут в обратную сторону, либо меняют направление. Были ли у вас такие моменты при выборе профессии? Потому что я так понимаю, что вы серьёзно подходили к этому выбору. Основательно и осознанно очень. Были ли такие моменты во время учёбы, либо, в принципе, вообще в целом в жизни, когда вы думали, что я вот иду не туда, это вот не моё? Может быть, у меня что-то другое? Не было, не было. Шёл уверенно, я мечтал. Мечтал поступить. И там надо было поступить на бюджет. Я вот ещё там ходил на курсы, значит, при университете. Подготовительные курсы, да. И я думал, ну как же, как бы классно было здесь учиться. Поэтому я поступил, ни минуты не сожалел, и позже я не сожалел. Потому что профессия архитектора, она настолько широкая, что она даёт тебе возможность реализовываться вот в том направлении, в котором ты чувствуешь себя более-более, то направление, которое тебе более интересно. Поэтому здесь я ушёл и в науку, ушёл и в градостроительство, а сейчас ушёл вот, ну как администрирование, что ли, госслужба. Тоже никогда не предполагал, что буду вот в этом направлении работать. Хотел быть просто архитектором, там, творить, и чтобы были интересные объекты там. Ну, ну так сложилось, и, в принципе, ну и отлично. Ну, у вас настолько широкий диапазон, вот исходя из архитектуры, наверное, и тех возможностей, которые даёт архитектура, у вас и участие в конкурсах, и реставрационные какие-то моменты, элементы. Восстановление центральной части Гродно, да, вот, вместе с тем градостроительство, развитие городов, футуристичный взгляд вообще в целом на будущее. Как на это всё хватает времени? Ну, я не разделяю. Это всё общее, это просто твоё видение мира. Наверное, себя воспринимаю или воспринимал ещё несколько лет назад как градостроитель, как человек, наверное, ну, в том числе имеющий отношение и к вопросам сохранения и восстановления историко-культурного наследия. По поводу вашего диапазона активности, в большей степени я бы так сказал, у вас и конкурсы, и научная работа есть, но в первую очередь оно всё рождается с идеей. И вот расскажите о том, какая идея из ваших, которая, наверное, очень долго зрела, возможно, как-то созревала, формировалась, но она всё-таки реализовалась в реальности. Ну, я, наверное, себя могу причислить к счастливым людям, которые, гуляя по городу, могут видеть какие-то вещи, на которые удалось повлиять, и которые сегодня выглядят именно так, потому что эта задача была поставлена и решалась в конкретном контексте. Если говорить как бы дальше, то сегодня, например, я отношусь к городам как к людям. Нет одинаковых городов, и типовая застройка, она убивает индивидуальность города. Ну, да, да. Поэтому, ну, был советский период, и мы как бы так вот сгладили нашу уникальность наших городов, но сегодня есть возможность всё-таки вернуться к тому, что каждый город обладает своим характером. Есть такое понятие, как брендирование города. Да, да, уникальность. То есть можно на его сильных сторонах сыграть, и чтобы этот город привлекал инвестиции, чтобы этот город привлекал там креативную молодёжь, чтобы с этого города не уезжали куда-то в столицу, а оставались здесь работать. Вот поэтому здесь мы выходим на тему вообще рейтинга городов, на тему качественного переосмысления. Вот сейчас год качества. И если мы говорим про генеральные планы, то генеральный план — это больше тема, связанная с количеством. Сколько метров квадратных надо построить, где их построить, сколько километров дорог надо построить и где и когда. А если мы говорим, например, про мастер-план, про стратегию пространственного развития, мы говорим про качество. Не просто построить метры квадратные, а построить качественного жилья, в котором будет комфортно жить. Не просто построить улицу или километры достроить дорог, а связанность города. Насколько трафик будет лучше, если мы сделаем транспортное сообщение в одном или другом месте. И сегодня, я смотрю, просто Россия большое внимание уделяет мастер-планам теме Дальнего Востока, как оживить вот эти города. Поэтому я считаю, что и Беларусь могла бы тоже этот опыт задействовать. Он есть и в Европе, и сегодня в СНГ. Поэтому мы в Бресте разработали первую стратегию пространственного развития, утвердили ее на городском совете депутатов по качественному переосмыслению городской среды. Это вот именно внимание к деталям, оно имеет серьезное значение именно в архитектуре или нет? Ну, для меня контекст иногда даже важнее, чем форма. Иногда архитекторы, вот объемщики-архитекторы, они проектируют красивое здание. И вот я сделаю здесь красивый фасад, это будет яркий, значит, запоминающийся какой-то образ. А для меня здание без контекста не существует. В смысле, может быть? Да, а где оно находится? Оно где? Оно в рядовой застройке, оно отдельно стоящее, оно как акцентное здание. Ну, где оно находится? Поэтому это очень сильно влияет на восприятие. Это как в квартире, в кухне поставить кровать. Вроде красивая, но не к месту. Ну, да, все должно быть в своем месте, конечно, и уместно. Буквально вот у вас в скором времени должна выйти своя монография в 400 страниц, насколько я понимаю. Что это за работа? О чем это? Брест-город-сад. Брест-город-сад. Немножечко устаревшее такое название. Вот концепция городов-садов. Это была концепция 19 века. Но когда начали анализировать вообще эволюцию развития города, начиная с того времени, когда военные фортификаторы разбили вот этот Кобринский фортштадт, где бульвары чередовались с улицами, где было много парков, была набережная, и смотришь концепцию Говарда, английского архитектора конца 19 века, который позже предложил концепцию города-сада, она в один в один напоминает город Брест. Вот, крепость, центр, парк, значит, и расходится вот эта квартальная структура с бульварами. Настолько вот они созвучны, что, ну, это вот тоже натолкнуло на идею, что вот Брест-город-сад развивался, было несколько этапов. Этап вот, когда Кобринский фортштадт был, потом межвоенный период, когда у нас появились вот эти колонии, значит, на Ливаневского, значит, с выходом тоже к парковой территории. Это тоже была концепция города-сада. Вот, потом советский период, когда у нас, ну, город считался одним из самых зелёных в СССР. То есть была задача после войны сделать озеленение города, вот эти тополя, которые пирамидальные, у нас весь город был засажен, которые быстро выросли и, в общем-то, дали эту зелёную массу городу. А сегодня на новом этапе мы уже сегодня говорим про умный город, про энергоэффективный город, про цифровой город, про, значит, симбио-сити. То есть это вот новый виток, это не просто вот бульвары, а это ещё и осознание того, что у нас сегодня там есть городостроительные кадастры, что сегодня должны фиксироваться вот эти зелёные насаждения, что они имеют какой-то непрерывный, вот был предложен непрерывный зелёный каркас. То есть сделать три кольца в Бресте. Малое кольцо – это по бульварам, набережным, городской сад, крепость. Среднее кольцо – это форты города. То есть исторически у нас кольцо, два кольца фортов циферных и литерных, которые сегодня находятся в теле города, уже в жилых микрорайонах. Ну да. И, по сути, это вот резерв для парков. Эти парки можно связывать между собой. Это будет второе кольцо. А третье кольцо – это внешний контур. Это пойма реки Бук, реки Лесная. Это Красный двор. Это, значит, вот эти дачи, дачные кооперативы, которые с южной стороны находятся. Полигон. Это вот внешнее кольцо. И все эти три кольца насквозь пронизывает водно-зелёный диаметр реки. Территория от крепости до Красного двора – это как территория перспективного парка. Не просто набережная, а большой, там, можно сказать, гранд-парк. Большой парк Бреста, где жители с южных микрорайонов будут этот парк стягиваться и с северных тоже стягиваться. Остаётся просто вот функционально обозначить зоны в этом парке рекреационные. И под что они будут? Под семейный отдых. Может быть, там какие-то спортивный кластер. Может быть, там аквапарк появится. Может, что-то ещё. То есть у Бреста великолепный есть потенциал для дальнейшего развития. И не говорить об этом невозможно. И сегодня вот это было, прозвучало в стратегии, а сегодня мы утвердили схему озеленённых территорий Бреста. А это уже юридический документ. И сегодня мы получили вот в виде регламентов схему озеленых территорий для Бреста, который основан на вот этом видении вот зелёного каркаса. Знаете, я вас с увлечением вот смотрю на вас, слушаю. Я понимаю, что вот вы тот человек, который на своём месте на 300%. Ну вот если копнуть немножко в смысле более глубоко, как думаете, архитектура, вот в чём её миссия? Создавать прекрасное, создавать прекрасную среду. Среду, которая вдохновляет. Есть такое же понятие, что среда формирует Личность. Поэтому вначале мы должны сформировать вот эту среду, поскольку можно вырасти и в, знаете, как вот в каменном мешке, вот в спальном микрорайоне, где нету никаких изысков, да. Но это всё откладывается и на мировосприятие тех, кто там живёт. И в том числе даже есть исследования, даже на преступность влияет на преступность. Поэтому создавать комфортную среду, красивую среду, которая вдохновляет людей на творчество. А я знаю, что методами градостроительства можно многие вещи решать. Поэтому направлений в архитектуре очень много. Я уже говорил, что это и дизайн внутренней среды, внешней, это сама архитектура зданий. Да, по-моему, архитектура через архитектуру вообще городов, зданий. Вы создаёте архитектуру человека как таковую, получается. Ну, по сути, для вас... Мне, например, вот со стороны, глядя на вас, ответ абсолютно очевиден. Но вот хотелось бы от вас узнать, как вы считаете, всё-таки вы профессионал, или это ваше призвание архитектуры? Ну, у меня была хорошая школа. Я пришёл сюда, проработав в институте градостроительства, институт, который занимается проектированием городов. То есть у меня была хорошая вот именно такая база, база как градостроитель. Ну, я чувствую себя достаточно уверенно, и я считаю, что я на своём месте и делаю то, что нужно сегодня городу. Даже не городу сегодня, потому что сегодня я работаю в области. И мы вот эти все подходы, которые были отработаны на Бресте, мы трансформируем сегодня на Брестскую область. То есть это вот интереснейший новый пласт, который позволяет дальше развивать сегодня тему нашего региона, Брестского региона. Николай Николаевич, ну и наша передача называется «Один день из жизни». Вот на сегодняшний день человека, который работает по призванию, это, я думаю, что не только моё мнение, а мнение абсолютно каждого, кто на вас смотрит со стороны и замечает то, что вы делаете и для города, и для людей, по сути, потому что архитектура, о которой мы сейчас говорим, это всё в любом случае для комфорта и, наверное, максимального создания счастливой атмосферы именно для человека. Вот как выглядит ваш обычный день? Обычный день выглядит обычно, нет ничего особенного. Я в 6 утра просыпаюсь, значит, не знаю, что там, завтракаю, делаю зарядку, вот развожу своих родных, значит, там на работу, кого там в школу, в сад, и дальше работаю. Единственное, что, конечно, в чём есть сложность, что иногда сложно запланировать на день свой рабочий график, потому что нужно быть готовым к тому, что тебе просто придёт разнарядка, значит, ты вечером или завтра с утра едешь в командировку, или, значит, срочно нужно поучаствовать в каком-то совещании, какое-то срочное, значит, там министерское письмо пришло, нужно там что-то рассмотреть. Поэтому ты постоянно находишься в таком тонусе, и как госслужащий готов к тому, что вот каждый там, каждый час, значит, ситуация может меняться. То есть гибкость – это важное качество. Очень важно. И стрессоустойчивость, потому что здесь и работа с людьми, работа с документами, тщательность, надо всё выверять, прочитывать, потому что, ну, то есть, как бы ошибки очень дорого. Но в силу того, что у вас знак воздушный, вы так более легко с точки зрения стресса относитесь. Наверное, наверное, да. Наверное, да. Где-то, где-то, наверное, помогает. Ну что, огромное вам спасибо за то, что пришли сегодня к нам. Я думаю, что мы сегодня описали и не только ваш один день из жизни, тот, который непосредственно сегодня мы можем запечатлеть и как-то рассказать о нём, но и те дни поворотные, которые вот в вашей судьбе случились, и вы пришли к тому, что вы сегодня действительно очень значимый человек и для нашего города, и для республики. Спасибо. Да, спасибо огромное. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...